Всем привет дорогие друзья! Это подборка новых игр на андроид разных жанров. Все ссылочки будут для скачивания. Также обязательно напишите в комментариях какая игра вам понравилась. Если вообще не понравились, тоже напишите. Первая игрушка у нас на обзоре это рыцарские бои. Вышла совсем недавно. Нужен интернет, чтобы поиграть, но мы с вами видим в игре это сюжет. Также прикольная графика и оптимизация, звуковые эффекты и тому подобное. Сейчас покажу. Так, настройки. Ничего интересного. Экипировка. Тут все по стандарту. Даже нету ничего нового. Так, вот смотрите. Мечи туда-сюда. Выходим назад. И вот сам сюжет. Компания. Глава первая. Нажимаем сюда вот. Так, староста деревни, грабители. Нажимаем в бой. Получается, как я понял, нужно открывать сундуки и там искать уже различные там шлема, защиты, мечи и тому подобное. И вот это мое первое сражение. А нет, второе, потому что еще была тренировка в начале игры, которую я уже прошел. Так, погнали. Первое сражение. Такое самое нормальное. Раунд один. Погнали. Слева джойстик. Вот, видали. Защищаюсь. Кнопочка, чтобы бить. Также вот кнопочка, чтобы уворачиваться. Также наш персонаж имеет свойство усталости. И если я устану, то я, получается, вообще бью такой, типа, как слабак. Это, по сути, мелочь, но продуманно. Так, продолжаем. Наносите удары грабителю. Сейчас я вам покажу, как я устану. Все, я устал. Видите, я какой медленный стал. Ой, ё-моё, я не могу бить. Я еле-еле живой, еле бью. А теперь нужно уворачиваться, защищаться. Так, нет, не защитился. Так, меч на... Блин, да ты чё, уворачивайся, почему ты стоишь? Да почему... На, наносим удары. Так, так, так. О, отлично, попал. Да, конечно, охота, чтобы прям мечом режешь. И чтобы у него там кости отлетали, там голова отлетела. Но это нереально, ребята. Это прям жестко будет. И думаю, что для андроида это вообще прям что-то. Охота рэгда у анимации, да? Так, это чё, второй раунд, что ли? Я думал, что первый раунд и как бы всё. А мы ещё с вами второй дерёмся. Блин, это не прям полноценный обзор этой игрушки. Ведь это подборочка. Нас ждут ещё другие игрушки. Так что доигрываем этот бой и завершаем обзор. Если так кратко вам понравится игра, скачайте и можете полностью пройти сюжет в этой игре. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Просто самому интересно. Так, новый уровень. Продолжить. Так, получить награду. Я ещё сам даже до конца тренировку не прошёл, оказывается. Во, видали? Всё-таки я правильно думал. Говорят, в Королевском замке проводится турнир. Я вижу, я же говорю. Сюжет имеется. Вот экипировочка появилась. Там и магазин появился. Всё верно. Оказывается, нам надо было пройти полностью тренировочку. Нажми, чтобы... Ну, я как бы... А, вот всё. Ага, улучшить. Запасной шлем. 30. Угу. Так, всё, да? Подожди. Специальные атаки. Здесь улучшения. Это, по сути, долго, да? Это моя ошибка. Надо было сперва пройти полностью тренировочку, а потом уже показывать. Не было времени, ребята, полностью проходить тренировочку. Во, ПВП дуэли открылись. Это очень хорошо, ведь здесь можно встретить реальных игроков. Ну, а мы переходим на второе место. Точнее, ко второй игре, потому что эти игрушки не по местам раскиданы. А просто 1, 2, 3 и всё. Новый реалистичный симулятор полёта 2022 на Android. Есть одна проблема. Игра платная. Я везде обыскал, чтобы найти АПК и оставить ссылочку для вас. Но пока что ещё эта игрушка не взломана. Но я обещаю, что эта игра взломается кем-нибудь. Потому что все предыдущие части этой игры, они были взломаны. Все скачивали, играли. Поэтому, если что, я запишу потом отдельный обзор, как появится АПК. И вам, конечно же, дам знать, когда можно скачать эту игру бесплатно. А сейчас, я думаю, не стоит скачивать эту игру за реальные деньги. Чуть-чуть подождать, потом уже бесплатно скачать. Но всё же можете посмотреть и на трейлер. Всё выглядит очень круто. В предыдущей части тоже популярные и крутые. Поэтому ждём АПК. Запишу обзорчик, вам покажу. И скажу, где скачивать этот крутой реалистичный симулятор полёта 2022 на Android. А мы переходим к третьей и последней игре. Последняя игра в нашей подборке – это симулятор руки. Вторая часть с режимом мультиплеер. Потому что есть первая часть. Там более 5 миллионов скачиваний. И там был мультиплеер. И потом его убрали. Не знаю почему. И как бы разработчики выпустили вторую часть. Типа продолжение, да? И тут они добавили уже мультиплеер. Ну ладно, давайте посмотрим, что да как. Всё равно будем играть в одиночной игре. Тут у нас 4 уровня. Это стрельба. Супермаркет. Так, комната ярости. И комната веселья. Так, я даже не знаю, что выбрать. Но давайте комнату ярости. Потому что тут можно всё разбивать. И даже бить человечка. Три джойстика управления. Чтобы управлять рукой. Это, это вверх-вниз. Это получается влево-право. Вперёд-назад. Это кисть, да? Можно сделать вот так вот. Чтобы взять. Подождите, а как я делал? Вот, вот так вот берём. Ну и как бы потом что-нибудь берём. Допустим, бутылочку, да? А теперь давайте дадим леща этому человечку. О, понятно. Ё-моё. А чё я со звуком-то играю? Я всегда без звука. Ладно, чё уже со звуком доиграем? Так, телевизор. Давайте разобьём его нафиг. На нафиг, ушёл отсюда. Так, бутылочка здесь какая-то ещё. Ниже, ниже, ниже. На нафиг, отлично. Хорошо, хорошо пошло. Так, поднимаем. Так, вот, всё, подняли, да? И теперь направляемся. Три джосика капец. Офигеть. Здесь у нас чё-то там молоток лежит. Там, да, молоток. Там ещё чё-то лежит. Выйдем отсюда. Хватит, мне кажется, ярости. Так, комната веселья. Тут уже много всего есть. Меч, гаечный ключ, ещё один ножик, лопата есть. Как это берётся? Всё, просто наводим вот так вот. Берём кнопочку граб и вот берём. О, какие системники, посмотрите. Их разбивать нельзя, только можно вот так вот толкать. Вот, смотрите. Оп, подходим вот так. И вот так, оп, толкаем. И всё, они не разбиваются. И последний. Давайте уровень, остальные я ставлю для вас. Так, супермаркет. Тут я не играл. Ну, тут у нас, получается, продукты. Можно брать, да? Вот, допустим, подождите. Подождите. Во, взял. Да ты чё, я взял, я смог. Я смог взять. И потом чё мне надо? И могу отпустить просто. И наш продукт летит вниз. Хм. Какой-то странный, если честно, симулятор. Но всё же, это новая игрушка от популярного разработчика. Можно же его считать популярным? Более 5 миллионов скачиваний. Ну да. Короче, повторюсь ещё раз, что говорю вначале. Все ссылочки будут в описании. Ребята, скачивайте, играйте. Напишите в комментариях, какая игра вам понравилась. Если её вообще не понравились, тоже напишите. Ну, а на этом всё. И всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока. А-а-а.